МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в программе итоги недели. Убрать нельзя оставить. Мы не можем не реагировать на обращение людей. В Доме правительства решали мусорную проблему. Новые идеи для нового времени. Мы с вами движемся в правильном направлении. Чувашские разработки для всей страны. Печатная отрасль развивается. Есть большие планы по обновлению производства. Издательско-полиграфический комплекс Чувашия отметил 55-летие. Сильные идеи для нового времени. Форум, который аккумулирует новаторские и инновационные изыскания по всей стране. Всего от Чувашии направлено 117 заявок. Олег Николаев встретился с авторами проектов от «Республики». Энергоэффективная молочная ферма, новые сорта хмеля, технология магнито-левитационного транспорта. Это не фантастика. Это то, что уже разрабатывается или имеет опытные образцы. Углеродный трикотаж – самая надежная ткань для космических ракет. Есть конкуренты в Беларуси, но та ткань уступает по свойствам трикотажу Чувашских разработчиков. А чтобы было понятно, что такое углеродный трикотаж, автор идеи объясняет достаточно просто. Углеродный трикотаж нужен для очень сложных объемных форм, нужен для сложных форм, которые проводят или не проводят ток. Нужна как огненная завеса или защита, допустим, сопел космических аппаратов для аппаратов многоразово использования. То есть, если изнутри в восстановительной зоне поставить углеродную защиту сопел, то сопло в ресурсах увеличивается в десятки раз. Таких материалов у нас в России достаточно мало, и с этим сталкиваются и авиастроители. Чтобы начать производство, необходимо пройти испытания, проверить свойства получаемой ткани. Сейчас разработку поддерживает фонд венчурных инвестиций, идет производство опытных образцов. Мы помогли ему откроить как раз ООО специальный трикотаж под названием. Мы купили первым траншем два станка трикотажного вязания, который он установил и начал работать. Мы готовы на второй раунд финансирования и ждем, готовы масштабировать этот проект. Два проекта из Чувашии вошли в топ-100 российского форума «Сильные идеи для нового времени». Это технология грузового магнито-левитационного транспорта от предприятия «Сейспель» и энергоэффективная молочная ферма «Чабамилк». Последняя направлена на повышение энергоэффективности животноводства. Каким должно быть будущее, но в первую очередь высокотехнологичным, ну и, конечно же, экологичным. Например, сейчас за моей спиной заместитель директора по развитию молочного завода «Чабамилк» рассказывает о том, как можно сделать ферму энергоэффективной и при этом производить высококачественное молоко, но при этом без негативного воздействия на экологию. Эту идею Олег Николаев поддержал и отметил. Ее надо масштабировать и получать грантовую поддержку Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и энергетики. Еще один проект – онлайн-платформа по обмену книгами, чтобы книги не простаивали на полках, а получали вторую жизнь. Помогал Артему Евсееву, аспиранту Госуниверситета, защищать идею ректор Андрей Александров. Молодежь сегодня, получается, тоже очень ценит время. И если они будут получать книгу быстро, ну, в локации своего микрорайона, я думаю, что они этим сервисом будут пользоваться. За идею онлайн-платформы по обмену книгами Олег Николаев обещал лично голосовать. Поддержал глава Чуваши создание учебно-производственного центра по подготовке кадров, проектированию, сборке, настройке, программного обеспечения беспилотных воздушных судов, а также обучение пилотированию. Страну меняют люди. И это самое важное, что есть, я думаю, в этом форуме. И с этого года этот форум по поручению президента Российской Федерации становится ежегодным. И каждый год будут проходить аналогичные мероприятия. Олег Николаев отметил, за счет реализации актуальных и сильных решений, которые способны дать импульс стратегическим отраслям экономики России, создается будущее, новое время сильной страны. Мы с вами движемся в правильном направлении с точки зрения поиска таких эффективных методов приложения наших усилий. Самое главное, объединение для их реализации усилий, именно командных таких методов работы. Не менее важно, продумали, что нам надо сделать в ближайшее же время, для того, чтобы повысить вероятность того, что они будут реализованы и будут приносить тот эффект, который возможен от реализации этих проектов, прежде всего, конечно же, для Чувашской Республики, ну и в целом для Российской Федерации. За шесть месяцев 23-го года в Центр управления региона поступило более 600 обращений о несвоевременном вывозе мусора. Больше всего таких обращений поступает после праздничных и выходных дней. Мусорная тема входит в топ-10 самых проблемных, а в топ-3 она вошла в апреле-майе. Уважаемые коллеги, добрый день. Давайте начнем нашу работу поводом, для того, чтобы мы собрались с вами в таком составе, отреагировать на многочисленные обращения граждан по поводу своевременности вывоза мусора. Почему все-таки вот проблема вывоза мусора, ну в топ-5 входит проблем? Ну, на самом деле здесь проблема, она системная, скажем так, да, и она многоступенчатая. Здесь много участников в этом процессе, не только региональный оператор, здесь и муниципалитет, и само население в том числе. Соответственно, если кто-то один недорабатывает, то возникает вот такого рода... Кто сейчас недорабатывает? Недорабатывают, скажем так, все участники, у всех, ко всем есть замечания. За время рабочего совещания искали пути решения этих замечаний. Площадка толком не оборудована, вокруг грязь сваляется, вывозится плохо. Мало того, что вывозится плохо, бункер сваливает, а все остальное вокруг все это остается. Это фрагмент репортажа от 20 июня. Сити-менеджер обещал лично выехать на место и разобраться. А это 11 мая. Тогда наша съемочная группа выехала в южный поселок. Жители жаловались, за майские праздники скопились горы мусора. Но сколько бы ни жаловались не только жители Чебоксар, но и всей республики, чище не становится, региональный оператор решает вопросы по мере поступления. И то, когда этих вопросов станет так же много, как и мусора вокруг контейнерных площадок. Больше всего недовольны порядком вывоза мусора в Чебоксарах, Канаше и Аллатре. Есть проблемы и в Чебоксарском районе. Наверное, один из таких важных вопросов для нашего муниципального округа. Потому что пригород, у нас очень много дачников. И не только население. Дачники выезжают с дачи, например, оставляют свой мусор. Они переполнены у нас. И, к сожалению, с этиматик на сегодняшний день были перебои. Не вовремя вывозили, и мусор переполнялся, он оставался. А чем объясняется тематик? Почему они плохо вывозят мусор? Техник не хватает, людей не хватает. Площадки убирают, мусор срочно вывозят. Но со временем история повторяется. По новой схеме обращения с отходами, принято еще в 2018 году, региональный оператор обеспечивает сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов. Эти полномочия он осуществляет с привлечением операторов. За прошлый год в республике было образовано и транспортировано 274 тысячи тонн твердых коммунальных отходов, из которых было направлено на утилизацию около 8 тысяч тонн, на захоронение более 266 тысяч тонн. Региональный оператор отвечает только за мусор, который в контейнере, и тот, который вывалился во время погрузки. Все остальное, проблема самих жителей и местной власти, не уводит перевозчик и мусор, который не влезает в контейнер. А это получается из-за того, что машина приезжает редко. В свою очередь региональный оператор говорит, площадки не подготовлены, контейнеров не хватает. Недостаточное количество как контейнеров, так и мест накоплений такого приводит к неконтролируемому складированию третьими лицами производственных, строительных, растительных и древесных отходов. Яркий пример – это ситуация, сложившаяся в частном секторе Ленинского и Калининского районов города Чебоксара, где происходит переполнение контейнерных площадок по причине завоза на газелях третьими лицами отходов и складирования их на местах накопления, предназначенных для обслуживания частного сектора. Наблюдается, уважаемые коллеги, все-таки со стороны перевозчиков нерегулярно выносит, это постатируем. Для сведения, Калининский и Московский, подставить Калининский и Ленинский обслуживают перевозчики и КООС. Московский обслуживает спецхозяйство. Наша муниципальная компания, включится, с традицией, с опытом и так далее. Если прогнозировать количество обращений, которые поступили, то они как раз и доминируют с Калининского и Ленинского. Это наблюдается факт, когда идет погрузка, получается, мусорный вальс его не убирает, это факт, это зафиксировано, отправляются именно к роду и другие прохранительные блоки. Поэтому здесь, наверное, культуру производства со стороны перевозчиков, кого-то надо увеличивать. Нехватку контейнеров отмечают и сами муниципалитеты. У нас, конечно, еще и мусорных контейнеров чуть-чуть не хватает, но мы над этим работаем. В этом году мы дополнительно 10 площадок делаем. Вообще где-то еще порядка 40 площадок нужно будет, там дополнительных. Олег Николаев отметил, недопустимо, чтобы не хватало контейнерных площадок. Значит, нужно купить, чтобы контейнеров хватало, и они были необходимого качества. Кроме того, надо подключать к контролю за чистотой и жителей. Здесь нужна не только инфраструктура, но и перестройка сознания. Здесь мы с вами должны работать с жителями, с тем, чтобы жители через старостный, через других, через старших организовывали процесс содержания. Если мы сами не научимся содержать в чистоте, то там чисто точно не будет никогда. Захламленности. Зачастую эти проблемы вытекают одна из другой. Несоответствие площадки требуем делать невозможным. Подъезд транспорта, вывоз стыкло. Это влечет в складирование граждан мусора на площадке, ответственность за которую региональный оператор не несет, и в итоге мы получаем жалобы от гражданина. Исполняющий обязанности прокурора республики Александр Грязников также отметил, жалоб много. И на каждую око государева старается реагировать, особенно когда идет несанкционированный сброс отходов. Это заметно, особенно в частном секторе. То, что касается вот этих газелистов, о которых неоднократно мы сегодня изучали, здесь нужно посмотреть именно с той точки зрения, что ответственность, возможно, административная, она какая-то не очень, скажем так, пугающая. Надо будет обдумать, наверное, весь комплекс возможных мероприятий. Если установить газель, установить объект, с которого вывозится мусор, дальше идти на этот объект совместно смотреть. Олег Николаев предложил синхронизировать программу отслеживания движения мусоровозов по интеллектуальную транспортную систему республики, пересмотреть штрафные санкции, чтобы соблюдать правила, было выгоднее, чем заплатить штраф, начать рейтинговать перевозчиков, худшие будут включаться в реестр недобросовестных, а также подключить сетематик Чуваша к системе инцидент-менеджмент для оперативной обработки обращений. Мы сейчас не просто так собрались, мы с вас не слезем. Не вы и ваши коллеги уже не слезали. А сейчас еще больше не садим, я понимаю. Потому что мы не можем не реагировать на обращения людей. 55 лет со дня образования исполнилось издательско-полиграфическому комплексу Чувашия. Предприятие ведет свою историю с 1 января 1941 года, но самостоятельным издательство стало только в 1968 году. С праздником полиграфистов поздравил Олег Николаев. В Чувашии более полутора сотен средств массовой информации, 69 газет, 23 журнала, 8 теле и 16 радиоканалов, сетевые и электронные издания. Многие из печатной прессы выходят в свет в издательско-полиграфическом комплексе. Олегу Николаеву показали цеха предприятия, в каких условиях работают сотрудники издательства. Конечно, многое из оборудования куплено еще в советское время и порой внезапно требует незапланированного вмешательства. Есть среди заказчиков издательства крупные фирмы, которые уже давно сотрудничают с комплексом. Музыкальные учебники, отпечатанные в Чувашии, отправляются в Москву. В небольшом кабинете разместился музей истории типографии и типографского дела в Чувашии. Показали Олегу Николаеву и как делаются открытки. И как делается, вернее, делался переплет для книг. Руководитель ПК Чувашии Алексей Ключников рассказал Олегу Николаеву о планах по модернизации производства. Предприятие планирует закупить новые комплексы, используя собственные средства и инструменты финансирования фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике. Хотелось бы нам, в связи с тем, что подробнее тренировочное организация, предыдущие физические мошенными системами, мандерологическое производство делов, рассмотрим на конкретные профессии. Мы хотели сходить на предприятие, как только нам, чтобы работать с тем, что может быть от резервно-зрежней, действительность иностранных средств. Мы за счет собственных средств практически готовы предъединиться в двух последних позиций. Наша задача – использовать все имеющиеся возможности. И, конечно же, все, что является государственным, оно должно работать обозначенным. В целом я поддерживаю. Просчеты, на мой взгляд, достаточно обоснованные. Главное, надо работать так. В завершении встречи Олег Николаев сделал запись в книге пожеланий. Ему также вручили альбом, в создании которого он принял участие. Мы последние два года постарались создать задел для того, чтобы накопить ресурсы и, в конце концов, начать развиваться в полную силу. То есть мы рассчитываем, что в ближайшее время покажет, стоили ли наши усилия, того результата, который мы достигнем. Но я уверен в том, что предприятие будет развиваться, у него есть будущее. Те люди, которые работают у нас, являются, в принципе, основным залогом успеха предприятия. И мы сделаем со своей стороны все, чтобы и людям было интересно работать, и они получали за это достойную заработную плату. И ПК «Чувашия» входит в топ-30 крупнейших полиграфических предприятий России. Но здесь планируют и дальше развиваться. Планируется серьезное мероприятие по модернизации парка оборудования. То есть действительно большое внимание со стороны республики удивляется. Очень позитивное. Конечно, оборудование достаточно старое, изношенное, можно сказать. Но при этом очень ухоженное и работает очень надежно. Вот это самое главное. Ну и не менее важно, что есть большие планы по обновлению производства. Прокомментировал Олег Николаев, и создание нового медиахолдинга в «Чувашии» комплекс станет производственной площадкой. Будет правильно, если это будет сборка тех компетенций, которые сопровождают любую полиграфическую составляющую, хозяйственную составляющую деятельности редакции. То есть это такие вещи, как верстка, покупка бумаги, сама печать. То есть его задача полностью освободить от такой хозяйственной рутины редакции и оставить им творческую составляющую. Когда говорят о самых необходимых профессиях, говорят о врачах и учителях. Но, наверное, и без торговли, без продавцов невозможна наша обычная, обыденная жизнь. Торговля – вторая отрасль в республике, которая формирует внутренний региональный продукт. В четверг работников сферы торговли поздравили с профессиональным праздником. В Чувашском драматическом театре собрались ветераны отрасли и нынешние сотрудники магазинов и торговых домов. Большинство, конечно, в этот день на работе. Сейчас в Чувашии порядка 68 тысяч человек заняты в торговле. Я всю жизнь работаю в торговле. Случайно попал. Случайно. Совсем. У меня муж учился в Киеве. Работать некуда было. Пошла в торговлю. Там брали. И все. И так и осталось. Я прошла от продавца, заместителя директора магазина, директор магазина, заместителя директора торга и директор торга. В Чувашии в первой половине 23-го открыто и реконструировано более 120 объектов торговли и общепита. Продано товаров на 110 миллиардов рублей. Это больше, чем в 22-м году. Растет и объем электронных услуг и сервисов. Но молодые люди по-прежнему выбирают работу в магазине. Торговля со мной с детства. Мои родители работают в торговле. И поэтому я решила пойти работать в торговлю. Для меня это близкая сфера, в которой я хорошо себя чувствую. Мне комфортно. Мне приятно работать с людьми, общаться, находить новые знакомства и быть близко к народу. Паразит у торговли судят о благосостоянии региона, о его возможностях и росте. Отрасль вторая в экономике Чувашии, которая формирует значительную часть доходов бюджета. Торговля лидирует по количеству созданных рабочих мест. Олег Николаев отметил, сейчас стремительно меняются технологии. Нужно быть готовыми работать с ними, чтобы и дальше быть в передовых. Жизнь наша очень сильно меняется. В том числе стремительно обходящие в нашу жизнь цифровые технологии. Сейчас уже искусственный интеллект. Бессомерно вот этим изменениям будут придавать только динамик. И в этой связи вы, более чем 68 тысяч человек, которые работают в отрасли, я думаю, что подготовлены к этим вызовам и всегда сможете найти нужные решения. Олег Николаев подчеркнул, в республике успешно развивается торговая инфраструктура, открываются современные магазины, развивается глубокая переработка производимой продукции, расширяется ассортимент и улучшается качество обслуживания населения. За последние годы мы с вами сделали очень много. Но прежде всего мы достаточно серьезно уделяем с вами внимание на направление, я бы так сказал, более глубинной переработки производимой в Чувашской республике продукции, которые имеются в его характере. И очень важно, что качество этой продукции признается не только потребителями Чувашской республики, Российской Федерации, но и зарубежными потребителями. Олег Николаев вручил награды лучшим представителям отрасли. На мероприятии также подвели итоги республиканского конкурса «Торговля Чувашии». На этой неделе команда Чувашии в составе российской делегации работала в Китае. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер, министр экономического развития Дмитрий Краснов. Делегация уже встретилась с руководителем международного отдела ЦК КПК и с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР. Телеграм-канал Министерства промышленности республики рассказал, Чувашские электротехники прошли сертификацию своей продукции в Корее. Релематика первой в России провела сертификационные испытания выпускаемой продукции в аккредитованной международной лаборатории. Министр спорта Чувашии Василий Петров сообщил о победе воспитанниц республиканской спортивной школы по конному спорту на первенстве по Волжье по конкуру. Соревнования прошли в Саратовской области. Сборная Чувашии выиграла золото в командном зачете среди девушек до 14-16 лет и бронзу в личном первенстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова